посмотри классный фильмец и это такое своего рода фильм пророчества не мы смотрели да я ван иду он молчит как партизан это он вечно на я не слышал что ты ко мне обратился я не смотрел не вот эти говорю посмотри он женой наху по первых поджете потому что действительно фильм классный во вторых фильмец такое значит именно вот яркая такое своеобразное пророчество ближайшего будущего там такие первые я просто пластом лежал вот просто то что доктор особенно мне понравилось пара не грабли как он там сказал ты горит черный урод были 10 дала бля у меня назвал черным уродом это же расизм почему ведь расизм ты же черный черный ты урод урод тут расизм я жгать не называю его бля уродом цыгану ты попробуй может ему понравится вот это вот как раз сценарий ближайшего будущего все игры в толерантность кончилась все игры в толерантность они кончились вот ближайшее будущее вы уже никакой толерантности не увидите никаких вот этих вот разговоров там о глобализме об уважении к черным равноправии вот их ближайшем будущем уже нет заботиться об этом я бы сейчас все же конфликты начнут обостряться как они все уже обострились на что сейчас весь мир начнет воевать против всего мира вопрос только как и вот этот фильм он как раз именно пророчества то есть сам фильм он в чем заключается вот есть вот этот вот это берешь фильм джентльмены вот условно главным героем можно назвать вот этого чувака которого мать и маконахи играет он кто производитель не поставщик главный нет суть не в это суть в том то что это американец который работает на британскую элиту понимаешь то есть это американский бизнес который работает на британскую элиту и вот этот человек делает вид что он выходит из игры ну то есть это спланировано было ничего продавать не собирался но ты фильм смотрел ну да смотрел может так особо не помню но посмотри еще раз он ничего не собирался продавать ничего не собирался продавать изначально человек просто разыграл свою игру разыграл красиво вот те же самые события они сейчас происходят во всем мире то есть вот общемировая картина она такого то что вот тот бизнес который связан с европой ты тот который вкладывался в китай потом сейчас делает вид что он выходит из игры не продают свою долю точнее как китайцам они уже продали свою долю сейчас они пытаются продать свою долю еще и американцы как фильме ну понятно сейчас кидалову накидал и начнем она уже началась вот вся общемировая каша вот который сейчас заварилась это как раз кидалову накидалами и вот этот фильм это такое своеобразное пророчество кто выиграет и здесь как раз четко расписаны роли вот этого американского бизнеса который попадает вот тех людей которые связаны с британской элиты которые выигрывают там же наши там же китайцы всех свое место опять же насколько ярко и интересно наши показано да вот раньше заметь ни в одном фильме раньше детей нашей вот этой вот прости господи элитки не трогали не было такого ну да сейчас показали достаточно ярко именно сынок обалдуй не просто обалдуй оконченный наркоман то есть это вот человек который ну по сути уже достиг такого своеобразного для них для европейцев это показатель социального дна понимаешь и в данном случае неважно сколько у тебя денег вот если у тебя ребенок наркоман все ты уже никто сколько у тебя денег не имеет значения это понимать ну в принципе правильно потому что уже понятно что родители проебали где-то воспитание ребенка именно так данном случае то что ты купил ему там место в оксфорде это ничего не говорит данном случае у тебя просто есть деньги опять же кто ты вот этот фильм он очень четко показывает кто такие русские вот откуда у них деньги это чистый криминал не денег законных нет их дети наркоманы вот их будущее место и будут стрелять то есть их в будущем в европе нет этот фильм очень четко вот эти вещи предсказывает место китайцев тоже определено они конечно очень хотят свою долю в бизнесе то очень хотят но для этого есть те люди которые работают с британской элитой вот они выигрывают понимаешь ну да понимаю я просто себя об этом во всем не вижу точнее я вижу себя как там планктон какой-то который в замес очередной мы и снова планктон на данном этапе ты относись к этому спокойно данном случае мы с тобой живем в россии мы сейчас никто на планктон просто кормовая база на данный момент мы кормовая база вот для этой вот наши а типа элитки опять же вот эта элитка она исключительно явление временное вот их как вот вы кормили сделали вот это или ты так же легко и непринужденно их смешают грязью это опять же в фильме показан понимаю а по поводу легалайзера это будет как-то или это опять не пойми что но всегда то есть вот каждые сто лет одно и тоже я уже устал вот эти вещи повторять у тебя каждый сто лет повторяются вот эти процессы у тебя сто лет назад были ларкульски легальными да абсолютно все да поэтому сейчас у нас будет то же самое то есть в ближайшие годы будет легализовано там тоже марихуана тот же там кокаин тот же герыч методом все это будет абсолютно легально продаваться для потребителя а вот эти структуры которые связаны с нелегальной торговлей наркотиков они будут уничтожены у нас сейчас вот если ты берешь современный мир у нас вся вот это вот скажем так региональная элита все вот эти вот местечковые двуногие говорящие обезьяны с большими перьями в жопе они все участвуют в наркоторговле все поголовно ну да это уже давно известный факт причем они еще разделили по видам наркотиков фсб это кокаин трава это мвд ну и так далее ну да я ручно возится с афгана блин военными бортами как вот его начали возить еще в конце 80 так сейчас до сих пор возят военными бортами из афганистана ничего нового происходит военные борта это вообще отдельной песни знакомый работал мрак что там творится это как такси блин просто то есть такси вот я свое время был на такой момент в жизни я летал в африку на сафари военным бортом с генералами да то есть ну отдохнуть пострелять и была такая интересная ситуация там короче один генерал обожрался ну реально обожрался я хер его знать сколько он выпил потому что но они пьют как лошади просто как они и в принципе они как бы держатся нормально то есть я наверно блин даже нам десятую часть не могу выпить того сколько они выпивают недостаточно пробку понюхать все я уже прибалдел а эти как кони поэтому сколько он выжил я не знаю но его прям конкретного прибила ты он начал прямо в открытую тексту а это было лет пятнадцать наверно назад ну да лет на 15 назад был и вот он ему открытым текстом ты не летчик ты халуй ты не военный ты халуй вот твоя год работа мне прислуживать чтобы я доволен был понимаешь насколько надо обожраться но если это в голове присутствует то здесь достаточно трех рюмок чтобы это все папе нет понимаешь чем суть дело в том то что тогда ведь еще раз говорю это был лет 15 назад то есть это где-то 2005 год грубо тогда еще не было вот эти вещи приняты это сейчас вот любой там маленький прыщик там что чиновник что мусор что военный он ведет себя с подчиненными именно как с халуйами и они уже нормально к этому относятся то есть это сейчас норма а тогда это вообще было не принято понимаешь то есть тогда это вот мы были нормальные такие более или менее еще ну не то чтобы как в совке отношения нет уже совсем не то но вышестоящие по званию они все-таки как-то относились к не стоящим более или менее по-человечески понимаешь а тут вот это тело нажирается и вот все что у него внутри все что у него в голове вот у него понесло кончилось тем то что его вот свои же там вот эти вот друзья тоже генерал ему взяли за шкварников тащили в сторону нахуй блять и потрясли нахуй объяснили человеку то что ну ты блять это на следи за языком думай что ты говоришь ну вообще летчика не выгодно бежать уже сука может не туда улететь ну по большому счету похуй понимаешь то есть вот с одной стороны похуй реально реально потому что у летчика у него семья у него дети вот у него там по сути как бы заложники понимаешь никуда он не улетит а их кормить надо вот поэтому он действительно халуй вот и в данном случае вот этот генерал он говорил то что есть вот и то как действительно устроен вот современное общество оно уже тогда было так устроено и все все понимали просто об этом тогда не говорилось а сейчас об этом уже давно говорится в открытом ну 15 лет назад но как раз поколение сменилось те генералы которые бухали они уже в отставке нет сейчас их не дети занимают нет они не в отставке они сейчас сидят до последнего ты че ты посмотри состав вот этого правительства они все уже давно за пенсионный возраст ну да 70 лет средний возраст но смотри генштаб все то же самое из них уже песок скоро начнет сыпется ну а они как кому они передадут свою должность дети дети ты че думаешь они этого не понимают ну конечно понимаю ребенка вырастила там косяк на косяке ну блин вот опять же вот наберем вот этот вот фильм джентльмены там очень хорошо показаны их дети вот ты вот че вот этому чуду обколотому передашь свое кресло в генштабе я честно говоря детей ты не заводил потому что понимал что я вам сейчас вообще ничего не дам ну это очень разумный и грамотный подход очень разумный и грамотный подход у меня тоже детей нет своих поэтому я как бы и особо тоже не парюсь я себе могу много еще позволить вот то есть например там вот те же видосики снимать и не париться по поводу того что а блять у меня там жена дети мне может что-то прилететь да мне похуй просто похуй и все